Всем привет! Сегодня будет рубрика, которую я снимаю иногда пару раз в месяц, но вы ее любите. Это модные ошибки подписчиков. В этом видео мы разбираем ваши образы. Вы мне их присылаете в инстаграм с пометкой «Хочу разбор образа». И я потом рандомно выбираю эти образы и разбираю в этих видео. Если вы доверяете моему вкусу, то тоже можете присылать свои образы мне в директ, в инстаграме. И в следующем видео, возможно, мы разберем ваш образ. Сегодня у нас с вами видео будут не только девочки, но и мальчики. Впервые в жизни не так уж и много их будет, всего один. Но, тем не менее, мне уже очень нравится эта тенденция, что в нашем видео появляются мальчики. Я прям очень-очень рада этому. Так что давайте мы с вами начнем разбирать наши образы, которые я сегодня выбрала. Итак, начнем мы вот с такого образа. Здесь у нас жакет, в принципе, актуальный. Он как будто даже и приталенный, несмотря на то, что он притален здесь ремешком. Я думаю, что он и так приталенный, хотя не факт. Оверсайз-жакет удлиненный, в клетку, в сочетании с скини джинсами, а с водолазкой черной. И здесь не хватает чего-то. Здесь не хватает сумки. То есть, ну, реально, вот смотришь, и сумки как-то не хватает. Джинсы, в принципе, актуальные. Жакет актуален, подпоясан. Очень красиво, мне нравится. Здесь еще сережки-кольца, которые, в принципе, сюда тоже подходят. Но я бы взяла сюда какие-то округлые сережки или удлиненные. В общем, что-то такое, знаете, более элегантное, утонченное. Что хочу сказать про кроссовки. Мне здесь в этом образе не нравится, что недостаточно аксессуаров. Чего-то не хватает. Не хватает сумки, конечно же, определенно. И кроссовки мне здесь не нравятся, потому что эти кроссовки слишком спортивные для этого образа. Здесь должны быть кроссовки... Ну, во-первых, я взяла однотонные, без каких-то вот этих вставок. Вы знаете, вот эти все вставки, такие вот белочерные, это чаще всего атрибут именно кроссовок для спорта. Если вы хотите кроссовки, которые действительно подойдут к любому вашему луку, то берите однотонные. Однотонные кроссовки будут в стиле спортшик, и они будут более городские. Поэтому вот даже можно отличить, какие кроссовки городские, какие более спортивные. Сюда бы я взяла кроссовки, во-первых, чуть другого силуэта, другой формы, а, возможно, чуть более похожие на ботиночки, да, либо подошву пообъемнее, да. И я бы взяла их однотонные, определенно. Эти кроссовки слишком уж спортивного вида. Для этого лука они как-то, ну, вот не подходят, как-то они сюда не вяжутся. Даже если здесь будет рюкзак, а не сумка такая классическая, все равно они как-то выбиваются из всего этого образа. Поэтому я бы советовала заменить только кроссовки, например, на ботинки, либо на другие кроссовки. Будет выглядеть намного-намного лучше. Следующий образ вот такой. И первое, что здесь бросается в глаза, я думаю, вам тоже бросилось, это черные носки. Черные носки с белыми кроссовками, это недопустимо. Так же, как и черные скини-джинсы с белыми кроссовками, потому что это начинает резать вашу ногу. Смотрите, у вас идет все такое типа светленькое, серенькие брючки, белая косуха, потом идут черные носки, белые кроссовки, и все сразу отрезается. Я прям смотрю и вижу пятно. Раз пятно, два пятно. Пятно из черных носков и пятно из белых кроссовок. Здесь нужны были светлые носки, либо вообще их отсутствие. Вот если бы они здесь отсутствовали, это бы не смотрелось бы странно. Если бы здесь были светлые носки под тон кроссовок, это бы тоже не смотрелось странно. Черные носки абсолютно сюда не подходят, они отсюда выбиваются. И это, наверное, мой единственный комментарий по этому луку, потому что все остальное в целом, ну, смотрится гармонично. По цвету сочетается, и сумка сюда подходит, и очки, в принципе, актуальной формы. Единственное, что нужно заменить, носки. Следующий лук. Мы здесь видим юбку-карандаш кожаную, такую блузу пушистенькую. Мы видим здесь еще какие-то кожаные сапоги, либо ботильоны. Но, что я хочу сказать, здесь в целом все нормально, кроме вот этих вот кожаных ботинок, сапог. Я не знаю, что здесь внизу. Скорее всего, сапоги, которые идут вот до середины икры. Это неудачные абсолютно сапоги. Они, во-первых, неактуальны. Я не знаю, что это. Может быть, ботильоны. Ну, короче, что-то вот. Ну, короче, я не знаю. Если это сапоги, то они крайне неудачные. И здесь сапоги должны заходить под юбку. Либо должны быть ботильоны очень низенькие и маленькие, которые будут чуть выше щеколотки заканчиваться. Либо здесь должны быть туфли. Потому что вот эти сапоги, они режут вас на несколько частей. То есть у вас есть часть сапоги, дальше нога, дальше юбка. То есть фигура нецельная. Это нецельный образ. Получается, создается очень много горизонтальных линий, очень много блоков. Это неудачный выброс сапог. Потому что это уже, во-первых, неактуальная модель. А во-вторых, опасная для вашей фигуры. Поэтому рекомендую взять сапоги длиннее. Либо короткие ботильоны, которые будут облегать. Щеколотку будут облегать. Это будет намного-намного красивее смотреться. И не будет резать вашу фигуру. Следующий образ обсудим. Здесь мне нравится, что есть многослойность. Как будто бы здесь рубашка на рубашку, еще на какую-то водолазку. Я не знаю, по-моему, здесь две рубашки и водолазка. Либо какая-то футболка внизу. Шляпа, джинсы и вот такие вот сапоги гармошкой. Мне здесь определенно не нравится низ. Если верх, в принципе, смотрится классно гармонично. Такая многослойность интересная. Шляпа. Хотя, ну, я бы, наверное, сюда взяла шапку, нежели шляпа. Потому что как-то вот образ такой более расслабленный. И шляпа. Ну, не знаю. Я бы сюда взяла какую-нибудь шапочку, знаете, такую. Бинни, например. И мне здесь не нравится низ, потому что низ какой-то скомканный. Здесь вот эти ботфорты. Даже не ботфорты, а какие-то сапоги гармошкой. У них очень узкое голенище. Плюс вот эти джинсы широкие туда заправлены. И все это одного цвета. То есть сапоги не контрастны по отношению к джинсам. И они как бы и не черные, эти джинсы. Они как будто бы вот сливаются в какое-то одно грязное пятно. И мы видим, что у нас как будто бы джинсы гармошкой. Издалека я подумала, что это у нас джинсы гармошкой, а не сапоги. Хотя, может, это реально джинсы гармошкой? Нет, это сапоги гармошкой. Хотите сделать подобное сочетание, например, казаки с широким голенищем, там, сапоги, трубы с широким голенищем, то лучше надевать их с чем-то контрастным. Например, у вас будут там светлые брюки, темные такие сапоги, да? Вот что-то такое, чтобы действительно сапоги выделялись, и либо вы берете цвет в цвет. То есть черные такие сапоги, черные брюки, черные колготки. Но когда вот какое-то грязное такое пятно, непонятное, переходящее как градиент, выглядит неаккуратно, выглядит непонятно, что у вас там внизу. Вот я даже не могла разобрать на первый взгляд. Ну и, конечно же, сапоги эти как будто бы даже не актуальны. Либо с этими джинсами они абсолютно не смотрятся, потому что джинсы достаточно объемные. Плюс сапоги с таким, ну, узковатым голенищем для этих джинсов определенно. Поэтому я бы, наверное, не рекомендовала носить эти сапоги, по крайней мере, в таком сочетании. Я еще не вижу, что у них там танкетка или каблук, как они вообще выглядят сбоку, со стороны. Сложно понять, но можно сделать вывод о том, что их здесь быть не должно. Либо джинсов здесь быть не должно, либо этих сапог здесь быть не должно. Одно из двух. А так образ в целом, ну, гармоничный. Следующий образ мне очень нравится, потому что он прям такой, знаете, стильный, прям такой фэшн. Мы здесь имеем свободные джинсы. Я бы их немножко подзагнула, потому что они не широкие, поэтому они начинают собираться в гармошку внизу. Гармошки не должно быть у ваших джинсов внизу. Если вы видите, что ваши джинсы собираются в гармошку, это значит, что их нужно либо отрезать, либо подзагнуть. Имеет место быть длинные джинсы, которые ложатся на ваши кроссовки, только широкие, потому что широкие джинсы в гармошку не собираются. Соответственно, они создают вот эту волну и искривление ног внизу. Мне нравятся очки и цепь. Здесь, опять же, не хватает сумки. И что хочу сказать? Хочу сказать, что кроссовки здесь выглядят пятном. Опять же, каким-то ярким пятном, которое как бы отрезает наш силуэт внизу. Здесь лучше было взять черную обувь, темную, да, например. Ну, темную, может, не черную, там, серую. И создать монохромный полностью лук, потому что здесь, ну, вот именно в таком сочетании кроссовки выглядят, ну, немножко, знаете, как пятнышко. Если бы здесь были широкие джинсы, которые бы как бы закрывали сверху эти кроссовки, они бы уже не смотрелись как пятно, потому что они бы не в полной мере показывались. И ноги ваши были бы длиннее. В данном случае эти кроссовки укорачивают ноги и смотрятся, ну, как-то, как-то не отсюда, как пятнышко. Поэтому рекомендую их заменить, ну, конечно же, добавить сумку. Дальше. Я же, не с дыря вам говорила о том, что мальчики в этом видео тоже будут. Итак, что мы здесь имеем? Вот этот лук мне реально нравится, потому что он классный и гармоничный. Что мне здесь нравится? Мне нравится сочетание цветов. Мне нравится вот этот, такой, знаете, темно-бежевый, практически уже такой, ну, кирпичный, коричневый в сочетании с синими джинсами. Это крутое сочетание цветов. Оно безумно красиво смотрится. Это одно из трендовых сочетаний цветов на сегодняшний день. Такой бежевый с голубым, либо такой более уже бежево-коричневый с таким глубоким синим. Безумно красиво смотрится. Кто бы что вам не говорил в Инстаграме, либо в ТикТоке. И это классное сочетание. Оно смотрится очень круто. Мне нравится сочетание с белым. Мне нравится, что здесь есть аксессуары, здесь есть цепочка, ну, кулончик такой небольшой, и мне нравится эта сумка, она выглядит, она сюда очень хорошо подходит, не знаю, даже рюкзак бы здесь не смотрелся, что-то еще бы здесь не смотрелось, сумка, это просто отлично подходит. Еще мы видим здесь ремень, который завершает наш образ, мы здесь даже прическу видим, вы понимаете, мы даже прическу здесь видим, базовый образ, но видите, как цветовая гамма может сделать все просто, совершенно простые вещи, да, простая какая-то рубашка, простой какой-то, я не знаю, там, типа, давайте назовем его бомбером, сложно назвать это пальто, и цветовая гамма просто делает все в этом образе, плюс кроссовки, которые мы видим внизу, они буквально хорошо дополняют этот образ. Видите, здесь не черные носки, здесь белые носки, поэтому не создается никакого деления, никакого пятна, здесь кроссовки круто дополняют этот образ, потому что они, в принципе, светлые, и белые круто смотрятся синим. Далее, если посмотреть вот здесь, мы видим поближе вот этот вот бомбер, и обратите свое внимание на сочетание цветов, посмотрите, как красиво сочетаются эти цвета между собой, я не могу, это что-то нереальное, хотя, может быть, вот этот бомбер я бы взяла и пообъемнее, но как будто даже и не надо. И последний образ, который мы сегодня разберем, у нас выглядит вот так, ой, боже, какая киса, какая невероятная киса, я где, если вижу собачек, кошечек, хомячков, я не могу, я не могу перестать умиляться. Итак, что первое хочу сказать, мне не нравится вот эта опушка на пуховике, в принципе, это стеганое пальто, оно даже выглядит по силуэту классно, такой, знаете, пуховик-одеялка, но ему не хватает как будто объема, как будто на размерчик побольше нужно было бы взять. Мне не нравится эта опушка абсолютно, то есть вот этот мех, вот такой меховой декор не слишком актуален в 2020 году. Сумка очень низко висит, вот ее, если надеть через плечо, она все равно будет очень низко висеть, то есть она прямо ниже бедра идет, это значит, что сумка нарушает ваши пропорции. Сумка должна быть выше, а тем более такая большая, лучше вообще ее надеть прямо вот на плечо, чтобы она где-то вот здесь находилась. И такие большие сумки через плечо лучше не носить, потому что на такой длине они буквально будут портить ваши пропорции. Я бы сюда взяла лучше сапоги вместо этих ботильонов, потому что в сочетании с таким пуховым пальто они бы смотрелись намного более гармонично. Это могли бы быть какие-то ботфорты, либо что-то такое, да. Сюда бы лучше подошли какие-то грубые ботинки без каблука. Но как-то этот образ, вы знаете, совсем выглядит утрированно таким элегантным. И мех этот вот, и вот эта вот сумка и с брелочком, и с бантиком, как-то вот слишком он выглядит утрированно от этого просто. Как будто вот он слишком долго собирался усиленно и в итоге превратился в какой-то очень-очень простой образ. Поэтому я бы советовала взять пуховик чуть более объемным, без вот этой опушки, сумку укоротить, то есть вот эту лямку сумки укоротить, поднять ее, либо вообще ее взять в руку и, возможно, заменить вот эти ботильоны на ботинки в армейском стиле, грубые ботинки на тракторной подошве. И, возможно, возможно, даже чуть длиннее взять пуховик, чтобы чуть больше нога закрывалась. Вот. Ну, а так в целом, ну, чего-то не хватает. Какой-то незавершенный образ, нужно еще поработать над ним. В общем, да, на этом все. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если так, то обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Увидимся очень скоро. Присылайте свои образы мне в директ, если вы хотите получить от меня разбор. И всем пока-пока!